Доброе утро, крымчане! В городе Героево все обсуждают внедрение автоматизированной системы платы за проезд. Новшество войдет в жизнь керчан уже в ближайшие месяцы. О том, как это будет происходить, что это за система, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, заместителем начальника департамента городского развития Александром Зубко. Александр, доброе утро! Доброе утро! Александр, расскажите, что это за система автоматизированной платы за проезд? Автоматизированная система оплаты проезда реализуется на территории Республики Крым в рамках проекта «Цифровая среда». Она призвана в первую очередь оптимизировать всю сферу пассажирских перевозок, перевести ее на безналичный расчет. То есть она будет принимать бесконтактные карты, в том числе и у льготной категории граждан. То есть с льготников деньги не будут сниматься, просто их карты будут внесены в общую базу, и они будут заменять их удостоверение. То есть идентифицировать льготника по приложению карты к валидатору. Он будет называться так просто. Также останется и наличный расчет. Его будет осуществлять водитель лично и при этом выдавать чек. То есть вбивать механическим путем в валидатор пассажира. Есть какой-то процент наличного, безналичного расчета, который обязательно должен работать? Нет, абсолютно нет. Граждане сами вольны выбирать, как они хотят рассчитаться. То есть сам ОСОП предусматривает в дальнейшем переход на безналичные расчеты. Полностью? Абсолютно. Никто не заберет этого права пассажиров, просто хотят людям показать, что расчет бесконтактными картами это удобно, просто, в принципе, все. Но льготники будут однозначно пользоваться только бесконтактными картами, только таким образом они смогут реализовать свое право бесплатного проезда, верно? Абсолютно верно. Сейчас департаментом труда и социальной защиты администрации города Герчи уже ведется процесс регистрации и льготной категории граждан в базе ОСОПа. Получается, все пенсионеры, по идее, и другие льготные категории граждан должны получать выплаты на свои банковские карты. Однако есть граждане, которые, говоря, им приносят пенсию, почтальоны. От этого нужно уйти для того, чтобы перейти на этот льготный проезд современный, который начнется с 1 января, по информации Министерства труда и социальной защиты. Ой, 1 июня, простите. Сейчас принимается заявление, чтобы гражданину перейти, скажем так, на новую систему ОСОПа, быть внесенным в нее, необходимо прийти либо на Кирово-5, либо на Сверлова-6 в центре города, в Оршинцево, это ДК «Карабелл», и школа Сердюка в Войковском районе. С 9 до 4 часов дня ведется прием ежедневно по будним дням заявлений. При себе нужно иметь только ранее выданное удостоверение на мере социальной поддержки. Вы пишете заявление, вас вносят в базу. Если необходимо получить бесконтактную карту, вы обращаетесь в банк. То есть время до 1 июня есть, спокойно все получат, и все будет хорошо. Александр, пока эта система в городе еще не работает, да? На каком этапе сейчас работа ведется? Сейчас система проходит обкатку в городе Симферополь. То есть там все маршруты уже к ней подключены. Испытывается, скажем так, сама аппаратура, и формируются базы, потому что необходимо понимать, какая статистическая отчетность нужна как перевозчику, так и оператору ОСОПа, чтобы видеть отражение то ли по каждой машине, то ли по маршрутам. Скажем так, сформируется сам ее интерфейс. Но сроки установлены, это 1 июня 2020 года, когда система будет уже внедрена и должна работать на всей территории Крым, Республики Крым, у каждого перевозчика. Я так понимаю, что в первую очередь система начнет работать на транспорте муниципального перевозчика, да? Абсолютно верно. Наш муниципальный перевозчик в этой области передовик и уже в электронном виде подали заявление в Крымавтотранс, скажем так, на присоединение к договору для внедрения ОСОПа. После чего инвестор, это выступает компания ООО «Цифровая среда», которая будет уже связываться непосредственно с Керчгортрансом и проводить организационные моменты. То есть установка валидаторов, они изменяются, точнее, отличаются по размерам и функциональности в зависимости от класса техники. То есть у нас большой класс техники, скорее всего, там будет два валидатора, один установленный салонник. Они будут по-разному выглядеть? Да, абсолютно верно. То есть и ручные есть, и которые останавливаются на поручнях. То есть поживем-увидим, когда инвестор придет. Пока неизвестно, какие конкретно будут у нас. Это абсолютно, скажем так, момент, который определяет инвестор. Когда можно уже ждать введения этой системы, когда первый валидатор появится в Транс? В Керчи. Да, в Керчи. Конкретно в Керчи не могу сказать, это все решает строго инвестор. То есть Керчгортранс со своей стороны уже направил заявление, инвестор это дело рассматривает, и после чего связывается, приезжает сюда, оценивает подвижной состав, оценивает пассажиропоток, потому что много влияющих факторов для определения, скажем так, нужной аппаратуры, ну и функционала дальнейшего. Александр, большое спасибо за беседу. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали о внедрении автоматизированной системы платы за проезд с заместителем начальника департамента городского развития Александром Зубко. Коллеги, у нас на эту тему пока все. Я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Желаем вам только хороших новостей, продуктивного дня. Ну и будем ждать следующего прямого включения. Продолжение следует...